Барнаульскому призёру чемпионата мира по тэквондо Альберту Гауну сегодня вручили значок заслуженного мастера, высшее звание в спорте. Главный турнир года проходил в Челябинске. На пути к награде воспитанник Петра Маркина в первом раунде легко разобрался с афганским бойцом 5-1. Затем победил филиппинца 19-11. В четвертьфинале оказался сильнее африканца со счётом 13-7. В полуфинале уступил в золотом раунде иранцу Масуду Хаджизавареху 5-6. Как водится, спортсмены получают рейтинговые очки, и наш Альберт сейчас на третьем месте в мире в своём весе. А на Олимпиаду попадают шестеро. В декабре огласят их имена. Теперь у барнаульского тэквондиста есть медали всех достоинств – золото Европы, серебро и бронза мира. Заключительная суперцель – Олимпийские игры, конечно. Я проиграл в полуфинале иранцу, но бой оставил впечатление с филиппинцем. Такой интересный парень, сразу начал темп задавать. Видно, дух есть у него. С кем-с кем, с ним я не хотел бы ещё второй раз встречаться. В целом, россияне на первом домашнем чемпионате планеты выступили успешно, завоевав 7 медалей. Правда, в общем зачёте сборной России только 12-е, ни одного золота. Лидеры – Южная Корея, Иран, Турция, Узбекистан. Чтобы гаун не был единичной звездой Алтая, недавно открыли специализированную школу по тэквондо «Олимпийские надежды». Этим видом спорта в крае занимается больше 1600 человек, из которых 300 женщины. Тэквондо вообще на Алтае развивается с начала 90-х годов. И вот за более чем 20-летний срок накопился очень большой опыт, очень много систем тренировок. В 2015-2016 учебный год мы будем набирать маленьких детишек 5-6 лет с учётом их роста. Юрий Борлес, Алексей Фризин, информационный канал «Город».